Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание четвертой главы послания святого апостола Иакова. Людей всегда волновал вопрос, откуда зло. И свой вариант ответа дает на это апостол Иаков. Откуда у вас вражды и распри? Не от этого ли? От вожделений, то есть греховных пожеланий, он даже не говорит, которые у вас есть, или которые вы имеете, воюющих в членах ваших. Действительно, апостол Иаков, греховные пожелания человека, он точно определяет как внутренних врагов самого человека. Те, кто воюют внутри нас, внутри нашей души. Да, вы желаете, но при этом не имеете. Для того, чтобы достигнуть своих целей, получить то, что вы желаете и не имеете, убиваете, завидуете, но все равно никак не можете достигнуть. По этой же причине вы припираетесь, враждуете друг с другом, но, опять-таки, не имеете. И надо сказать, что речь здесь идет не о том, что человек, упорно добивающийся своего пусти греховного, он не получает. Мне кажется, апостол Иаков здесь смотрит гораздо глубже. Да, человек, видимо, получает просимое, но только что полученное, в кавычках, благо, оно через какое-то время надоедает и заставляет просить все нового и нового удовлетворения для плоти и для души. Ничто не может наполнить человека, кроме Бога. И, конечно, человек, идущий по этому ложному пути, пытается заполнить себя вещами, удовольствиями, неподлими благами, но все это проваливается в человека, как в пропасть. Наверное, именно это и имеет в виду апостол Иаков. Итак, вы не можете достигнуть, потому что не просите. Ну, или друг у друга, или, возможно, вы не просите у Бога. А если вы и просите, то не получаете. Господь не дает вам. А почему? Потому что просите не на добро, а опять-таки, чтобы вы добить для ваших вожделений. Вот такую нерадостную, в общем-то, замкнутую на себе цепочку греха, пожелания и невозможности полного и окончательного удовлетворения рисует святой апостол Иаков. Но, наверное, бы не был апостолом, если бы все-таки после этой достаточно мрачной, но очень правдивой картины он не предложил какого-то выхода. Хотя, впрочем, этот выход, он появляется не сразу. Но обращает внимание, наше внимание на тот факт, что, к великому сожалению, дружба с грехом, или, как он пишет, дружба с миром, это вражда против Бога. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром – это вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. Здесь надо сразу сделать оговорку. Вообще, в богословии слово «мир» имеет несколько значений, их ни в коем случае нельзя путать. Речь не идет здесь о мире как о творении Божьем, о мире как о той природе, о вселенной, которая нас окружает, которую опять-таки створил Господь, и этот мир, он прекрасен, глубок, разумен, интересен, бесконечен для человеческого постижения. Речь идет о другом понимании мира. Очень часто Священное Писание называет миром особое состояние души человека, как некий образ всех греховных устремлений человека, таких устремлений, которые не предполагают бытие Бога. Вот часто в отрицательном значении слово «мир» он используется вот именно с таким наполнением. И нельзя путать мир как творение Божие и мир как совокупность греховных, таких изолированных от Бога действий человека и действий многих людей. Кого апостолаков называет прелюбодеями и прелюбодеицами? Не только тех, кто нарушает супружеский союз, ведь дальше апостолаков будет говорить о том, что Господь ревнует о нас. До ревности, как он ссылается в данном случае на Ветхий Завет, любит дух, живущий в нас. Поэтому в данном случае прелюбодеем называется всякий человек, который, нарушив верность Богу, соединяется с миром, как бы прелюбодействует от Бога с миром и грехом. Здесь апостол Иаков, в общем-то, следует традиции Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете, в пророческих писаниях очень часто город Иерусалим или израильский народ, когда он отступал от Бога, он именовался прелюбодеицей, блудницей или женой неверной. Вот такой образ всем понятный и ясный, но не всегда его возможно применять в буквальном значении. А что стоит за словами апостола Иакова? Не напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Конечно, он говорит о духе Божием, который живет в человеке. И оказывается, что дух Божий, живущий в человеке, он до ревности любит нас, то есть как бы требует себе всего человека. Здесь нам необходимо сделать такой небольшой эксурс в христианскую антропологию, христианское учение о человеке. В втором послании апостола Павла к Солуниным говорит, апостол Павел постулирует, что в человеке есть дух, душа и тело. Так вот, интересно, мы с вами, наше богословие ставит нас перед интересным фактом, что душа и тело – это, собственно говоря, тварная человеческая природа, принадлежащая нам. А что такое дух? А дух, оказывается, это дух Божий, живущий в человеке. И вот здесь мы встречаемся с таким парадоксом, что человек без Духа Божия, без Духа Святого, живущего в нем, не полноценный человек. Но и при этом Дух Святой не есть часть природы человека. Он и на природе нам, это сам Господь, живущий в нас. Но при этом являющийся обязательной и неотъемлемой частью нашего бытия. То есть для христианского православного богословия идея автономного человека, то есть человека без Бога, она представляется неприемлемой. То есть человек в полном смысле этого слова, да, это тело, это разумная душа и обязательно Господь, пребывающий в человеке. Можно вспомнить слова классика, русский человек без Бога, дрянь, сказанные, в общем-то, может быть, по конкретному поводу, но если мы экстраполируем это выражение с известными оговорками, придадим ему более широкое значение, да, что с христианской точки зрения человек без Бога, не человек в полном смысле этого слова. Вот именно это положение, оно является таким, ну, моментом христианского противостояния секуляризму, да, то есть такому мировоззрению, которое считает, что в жизни человека есть сферы, не подконтрольные никаким образом религиозному, духовному, богословскому осмыслению. Нет, мы считаем, основываясь именно на таких представлениях человека, о том, что Дух Божий живет в нас и ревнует по нам, и требует всего человека себе, мы можем сказать, что нет ни одной сферы человеческой жизни, на которую мы не можем посмотреть с духовной, с христианской, с божественной точки зрения. Это отнюдь не значит, что, да, возможны какие-то православная физика, православная математика, и в данном случае есть области человеческого знания, именно которые по своему фактическому наполнению, они есть такие, как и не есть, они не православные, не буддийские, не мусульманские и не прочие. Нет, мы не говорим о каком-то абсурде именно в таком смысле этого слова, но поступки человека, деятельность человека, особенно связанная с окружающим миром, с другими людьми, да и с природой, она в том числе должна подвергаться оценке с точки зрения заповедей Божьих и всегда иметь вот в своем прицеле, как все-таки конечную цель, насколько те ли наши действия, они способствуют нашему возрастанию в Боге, нашему христианскому, духовному совершенству. Но тем больше дает благодать Господь. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто такие в данном случае гордые и смиренные? Вот гордые именно те, кто всячески удаляет Бога из своей жизни или пытаются привести некую черту Господи. Я, например, с тобой в храме, но в остальную мою жизнь, пожалуйста, не лезь. Вот этим гордым Бог противится, а смиренным, которые принимают Господа всем сердцем и пытаются, чтобы Господь осветил всю их жизнь во всех ее проявлениях, вот таким людям он дает благодать. И все-таки обещанный выход из этой тягостной ситуации, отчасти мы о нем уже сказали, выход заключается в том, что признать, что Господь родной для человека, Он часть, неизменная часть нашего бытия, и только в согласии с ним можно жить по-настоящему. И дальше. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Апостол Иаков сознательно говорит об этих очень важных и часто кажущихся невозможными поступках в жизни человека, как о чем-то простом и ясном, само собой разумеющемся. Да, мы можем сказать, что это особый прием, к которому он прибегает, но за этим стоит истина, что действительно, для того, чтобы стать святым, чтобы быть с Богом, не надо никуда путешествовать, не надо принимать каких-то, в общем-то, невозможных для человека усилий. Оказывается, добродетель, Господь, они рядом, только притяни руку, да даже протягивать ее не надо. Все это внутри тебя. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Все очень просто. Приблизитесь к Богу. И что тогда произойдет? Бог приблизится к вам без укоров, без упреков, без условий. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушаетесь, плачьте, рыдайте, пусть хотя бы на время ваш смех обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь пред Богом, и вынесет вас. И мы не можем не видеть здесь очень интересную последовательность. Почему-то вот этот плач и печаль, в которые человек себя ввергает ради Бога, плач о грехах содеянных, оказывается, является путем к вознесению, которую совершает сам Господь в конце концов, путем радости. И, конечно, духовная традиция христианства, мистическая традиция христианства, она демонстрирует нам это, что человек, казалось бы, плачущий о грехах, духовно возрождается, преображается, и радость, которая появляется в нем, как плод этого покаяния, она является глубокой, фундаментальной, твердой, который невозможно отнять у человека, в отличие от такой скоро приходящей радости мирской. И вот завершая свои рассуждения в этом ключе, апостол Иаков предостерегает нас от злословия в отношении друг друга. Ну, понятно, коль апостол Иаков здесь обличает грешников, у Христины может появиться соблазн, а вот везде искать этих грешников и обличать их. Но апостол Иаков не для этого нам говорит, он нам говорит для того, чтобы мы эти слова применили к себе, а не к другим. Поэтому дальше он продолжает. «Братья, не злословьте друг друга, не осуждайте. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». А каким же образом человек, осуждающий другого человека, судит сам закон, божественный закон? Очень просто. Как мы помним, к чему сводится закон Божий? Любовь к Богу и любовь к ближнему. Даже если мы возьмем десять заповедей Ветхого Завета, то первые четыре – это заповеди о любви к Богу, а остальные шесть – о любви к ближнему. Поэтому и Христос в Евангелии говорит, вернее, отвечает на вопрос книжника, какая главная заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением, всей крепостью твоей и ближнему своего, как самого себя». Так вот, если человек, имея этот закон, имея эту заповедь, осуждает и засловит другого человека, то получается, что как бы сам человек решает, когда применять закон о любви, а когда не применять. И поэтому он уже не тот, кто подчиняется этому закону, а тот, кто руководит этим законом, тот, кто решает, когда он может быть употребим, а когда неупотребим. И таким образом из исполнителя закона превращается в осудью. Вот такова мысль апостола Иакова. Потому что на самом деле один законодатель и судья, могущий спасти и погубить, то есть Господь. А кто ты такой, кто смеешь судить другого человека? И в завершении этой главы апостол Иаков дает предостережение от самоуверенности. Причем он снабжает по своему обычаю вот эти рассуждения очень понятным примером. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы сказать, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем и то, и то, вы по своей надменности тщеславитесь, а всякое такое тщеславие и зло. И так, кто разумеет делать добро, не делает тому грех». И эти рассуждения апостол Иакова, их нужно понимать в связи с его предыдущими рассуждениями. Да, коль уж Господь пребывает в нас, коль уж Господь, Он любит нас и требует себе всего человека, то не только мы должны оставить те или иные греховные занятия, но даже обычную нашу жизнь проводить так, чтобы все мы сделали вместе с Богом, с надеждой на Бога, как бы рука об руку с Ним. Поэтому Он говорит, не надо суммой уверенно говорить, мы сделаем то-то и то-то, а надо говорить, если Богу будет угодно, потому что я хочу, чтобы Господь был со мной, то сделаю те или иные дела. Но что интересно в этом отрывке? Именно эта фраза. Что такое наша жизнь? Пар, являющаяся на малое время, потом исчезающей. Апостол Иаков периодически цитирует те или иные книги Ветхого Завета в своем послании, и вот этот цитат является ничем иным, как аллюзией, таким вольным пересказом книги Кресиаста. Все мы помним «Суета, сует и всяческая суета». Но в еврейском тексте книги Экклезиаст на место слова «суета» стоит слово, которое переводится на русский язык либо как пар, либо как пустота. И поэтому, когда апостол Иаков говорит о том, что наша жизнь пар, он, конечно же, берет известный для своих читателей образ Ветхого Завета, потому что если мы попытаемся говорить дословное, то это будет не суета, сует и всяческая суета, а пар, все пар, или пустота, все пустота. Но мысль апостола Иакова, она здесь понятна. Жизнь человека, она очень непостоянна об этом говорит. Древний мудрец Соломон об этом напоминает сам апостол Иаков. И мне кажется, для нас важно, что апостолы не только приводили прямые цитаты из Священного Писания, но и использовали не в прямой цитации, но те или иные образы или логические ходы мыслей свойственные для книг Ветхого Завета. Это говорит то, насколько они глубоко были погружены в Священное Писание, насколько они его прекрасно знали и могли абсолютно свободно и творчески использовать его вот в своих письмах, чему желательно научиться и нам. Ветхого Завета